итак мы продолжаем наш специальный мануальный массаж сейчас работаем с ногой со стороны сзади второй сет переходим к икроножным и голеностопным мышцам для этого мы когда обработали бедро стояли своей точкой донтя ниже пупка возле этой зоны теперь делаем отшаг назад становимся возле вот этой зоны примерно под соли подгариваться в каждой зоне для перехода растираем заднюю часть коленки пальцами по очереди с этой стороны с этой стороны между пальцами быстро энергичное растирание и потихонечку уходим на ахиллосухожилия и будем растирать целиком икроножные мышцы опять же визуально деля их пополам сначала внутреннюю зону потом наружу потом пальцами отводя середины в стороны мясо мясо это и целиком вот такие вот веерообразным движением она как раз мягко двигается ногу и достаточно приятное в итоге подхватываем болезнь с той стороны и тянем на себя медленно дополнительно смазываем маслом тоже сошли это движение доходим до ахиллосухожилия и расшатываем разминаем всю стопу ахиллосухожилия кладем между подушечками ладоней такой вот движение после этого беремся за пятку натягиваем ахиллосухожилия и теперь одеваем его продеваем между большими пальцами получать такой валик уже достаточно жестко нужно проработать но также имейте ввиду что скажем что это работа между поэтому спрашиваете терпим или нет после этого руку ставим на кулак косяшки пальцев продавливаем всю среднюю часть икры и бедра уходим в место соединения бедра с тазом эту рукой делаем захват получается захватываем за голень с той стороны под коленкой локтем упираясь в пятку с этой стороны полигонали для натяжения достаточно плотный захват в этот момент секретный указать и при этом здесь находится три точки долголетия одновременно их проминаем уперлись и растянули ногу всю ногу в длину с вибрацией негоницу нога вибрация потом разворачиваем отпускаем захват свой разворачиваем за пятку бедро она здесь выворачивается наружу да и вот мы ему дополнительно кулаком прорабатываем возвращаемся назад и уже стоим перпендикулярно к кроножным мышцам сахилловых сухожилия опять же деля по вертикали пополам сначала проходим медиальную часть разминания потом внешнюю часть то же самое что мы делали с бедром вспоминайте потом скручивание совместно тут самое главное сделать захват как можно больше мышцы рук и ног очень любят скручивание они таким образом еще больше ослабляются опять же можно смотреть вот я такой общего до сделать скучно можно захватить вместе за друга растрясти против друг друга раскачиваем далее мы работаем с лимфой упираемся пальцами в мышцы как бы пытаемся раздавить и проникнуть между ними как можно глубже не очень быстро это все делаем лимфы как вы знаете еще два раза медленнее чем кровь это примерно один-два сантиметра в минуту хаотично вот вдоль себе ноги находимся уводя в паховую зону отдельно можно проработать лимфа узлы с этой стороны на них давить нельзя но мы туда таким мягким движением друг по другу пальчики работают немножко усиленного воздействия после этого переходим к тяжелой артиллерии кулаками достаточно мощно было бы леопарда растираем уже все вместе икру бедро и ягодицу вводя руки в паховую зону все заканчивается там далее то что мы делали с бедром происходит с икрой то есть разделяя посередине пальчиками отводим в сторону икроножные мышцы а костяшками пальцев просто мы приподнимаемых получается подовременное движение также можно перейти на бедро и в следующий шаг мы приподнимаешься вместе отрывая мышцы от кости потом мы можем поработать с лимфой опять инвертируем руки наоборот ладони да и теперь сжимая но медленно двигаемся снизу вверх достаточно плотно примутая ко всем тканям я даже немножко быстро показывал первый проход такую похоже на скручивание второй проход классическая труба гудвина или назвал номер два это когда мы же сжимаем между рук все ткани достаточно болезненно бывают особенно и как в суде поэтому всегда спрашиваете и идем зима это все по очереди это было на кодилку тоже тут можно продавить звуков можно доходим до самого верха теперь лимфатическую труба гудвина номер три это рука превращается в паука у которого по пять пальцев с обеих сторон могу так нажимать одновременно и тут секрет в том что сжатие идет снизу вверх как бы выдавливаем ткань вверх то есть первый пальцем нижний потом средний потом вверх нажимается плотно и выдавливаем снизу вверх как будто бы такое ощущение как будто бы из тюбика выдавливаем у человека ощущение что его ногу пожирает какой-то гигантский кальмар следующее лимфатическое труба гудвина номер четыре зажимаем в кольца наши ладони да и представляем что как будто бы это вот консервная банка у нее есть свой диаметр который можно менять апельсины и грейпфрута больше по диаметру тут также можно включить скручивание так с этой частью мы закончили в следующем сайте номер три мы перейдем к длинностопному сошемнению и стопе целиком до новых встреч дорогие друзья приходите на наши тренинги здесь вы все узнаете на натуре а сейчас ставьте лайки не забывайте подписаться на наш канал